Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй. Так, давайте-ка мы с вами посмотрим кое-что, что я сделал, выдал героев. Так, ребята, в таверне мы заберем задание. В общем, ребят, смысл в чем? Я взял, взял все-таки тот сундук, который вы говорили, не бери за 6000 гемов. Он херовый, ну, как херовый, ребят, он по своей сути, да, он оказался говном полнейшим. Ну, я могу вам сказать одно, за орбы, за орбы, которые я там получил, я вытянул себе героя, по-моему, даже двух героев. Первый герой это вот, вот он, это у нас Джахра. Не знаю, насколько он, ребята, хорош, как вы знаете, по базе героев я вообще не шарю, я даже не знаю, где ее можно найти. Именно, чтобы прописывались герои, не такая, чтобы там тир 1, тир 2, а именно каждый герой, чтобы был расписан хорошенько против кого, для чего, где и как, что и почему. Вот, это первый герой. И еще, и еще, ребята, сейчас, секунду, и еще у меня выпал герой, какой же у меня, а, вот, еще выпал у меня второй Гера. Да, второй Гера, я его хотел сделать шестизвездочным, но мне чего-то, ребятам, как всегда, не хватило. А не хватило, сейчас мы посмотрим, что мне не хватило для того, чтобы сделать шестизвездочного Геру. Так, Гера это у нас листва, да? Шестизвездочного Гера нам нужно... А, да, нам нужен вот этот вот персонажик, пятизвездочный. Ну, короче, энт, так его назовем. Для того, чтобы сделать энта пятизвездочного, да? По-моему, нам нужно дохрена энтов. Да, а у меня их вообще нету, потому что я их недавно сливал, а на что, не помню, опять же, ребята. Ну, что же, как-то вот так вот, как бы вам судить, выгодно было это, не выгодно. Вот у меня Гера и Джахра, у меня вот два персонажа. Что я еще сделал? Ну, как вы знаете, этих у меня прапаные на звезды. Так, недавно сделал себе вот этого. Или я его достал. Вот, честно говоря, не помню, откуда он у меня. По-моему, с призыва он у меня выпал, Гленн пятизвездочный. Пойдет у меня на корм, это однозначно. Также я себе сделал вот этого, владыку пятизвездочного. Тоже он пойдет у меня на корм, на замену. Ну, также, как видите, крестьянин тоже у меня пятизвездочный. Кто еще из новых? Так, ну, охотник за головами. Это все, я понимаю, фарш. Все пойдет в переработку. Также у меня выпал еще один человек без лица пятизвездочный. И, по-моему, ребята, да, больше из новеньких никого нет у меня. Ну, естественно, Эдгард. Но я так думаю, что Эдгард сам по себе не айс-танк. Но, тем не менее, я почему-то его начал раскачивать. Не знаю почему. Вот захотелось мне почему-то, ребят. Так. В общем, в данный момент я делаю акцент на ком? На Джахри. Потому что мне кажется, что она довольно хороша. Тем более, это у нас наставник, ребят. И довольно неплохие у него скиллы. Вот. Делаю акцент на Джахри. И сейчас хочу сделать Геру себе шестизвездочным. Мне кажется, что он тоже будет неплохим. Примерно как Джаггер. Ну, Джаггер, конечно, сейчас в данный момент у меня отжигает по полной программе. Действительно, боец хороший. Плюс у него хорошая магия боевая. В общем, мне нравится он. Конечно, хотел бы еще Камуса себе бы поднять до шести звезд. Но какая-то это больно редкая карта. Она мне не выпадает. Так, ну что. Все задания у меня практически сейчас сделаны, ребята. Так. А, героический призыв я до сих пор не могу сделать. Потому что у меня нету свитка, ребята. Так, а вот задания можно сделать. Сегодняшняя серия, вот эта вот в данный момент, она у меня получится вот короткой. Потому что я, в принципе, зашел для того, чтобы про сундук этот рассказать. Почему не стал делать фильм... Ой, фильм. Серию про сундук. Ребят, честно говоря, все прошло спонтанно. Я что-то зашел в игру, сделать, как обычно, ежедневочки по-быстренькому. И смотрел, смотрел, смотрел на эти гемы. Смотрю, у меня уже 7 тысяч почти. Думаю, а, была не была. И взял. Вот. Ну, сказать, что прогадал... Ну, может быть, может быть, ребята. Два персонажа, вот этих вот, тем более, наверное, как вы всегда запоете, это персонажи ерунда. Зачем это надо было делать? Ну, захотелось мне. Все равно, тем более, у меня месячный пакет, ребята, висит. Гемы все равно ко мне падают. Вот сегодня, когда там у нас откат-то будет по всем параметрам? Я даже не помню уже. Вот. Так, у нас что? Бой, да я же, по-моему... Да, я, ребята, слился на 14-м этапе вот против вот этих вот аглоедов. Вот этот вот. Нифига он, ребята, меня прокумаривал. Владыка. Просто прожаривал. И Джахра, естественно. Джахра вот своей магией бомбила там не по-детски. Хотя она пятизвездочная, а эти шестизвездочные. А, вот эти вот, да. Вот этот вот говнюк тоже своими... Ну, я не знаю, как это назвать. Он копьем бомбит по земле, и там идут такие три молнии. В общем, тоже меня наказал, короче. Так, что у нас здесь? Ну, сами понимаете, испытание чемпиона, ребята, мне не судьба пройти. Потому что здесь за каждый бой надо по три... По три билета. Это же сколько нужно билетов. Офигеть там. Кто-то мне писал 500 с чем-то вроде бы вообще на все полностью прохождение. Так, что у нас тут? Конфетки. Ну, давай добьем. Добьем тыкву эту. Так, два ляма. 288 кристаллов. И еще. Сколько нужно для... А, 10. А у меня разве еще нет 10? Так, ну вот, ребята, вот я купил его. У меня, конечно же, сейчас так... Ну, хотелось бы, конечно, получить... Получить какую-нибудь геройчика. Да. Вот, за 10 интегралов вот... А, вот, ребята, я вспомнил. Короче, с карточки я, по-моему, призвал. Призвал там одного из героев к себе. Здесь у меня, как видите, только одно сделано. Это лесные. Потому что я лесных героев вызывал. Можно, в принципе, было бы как-нибудь еще и огненных призывать. Так, по рейду у меня здесь... Все, по-моему, выполнено. Да, выполнено. Ежедневку я только что при вас забрал. Таверну. Таверну теперь уже можно, ребята, будет проходить. Ну, как, ребят, показала практика, 6-звездочные и 7-звездочные задания, это просто... Просто охренеть, какая редкость их получить. Нифига тут у меня этих... Чувачков, что-то перебор какой-то. И этих тут дофига. А вот эти вот зачем мне на тьму? Да тем более... Ой, нафиг их столько много-то, ребят. Надо распетрушить немножко. Все равно я героев тьмы качать пока не собираюсь. Их слишком долго и муторно прокачивать. По крайней мере, с ваших слов. Так. Носороги мне пригодятся вот эти, ребята. По-моему, для Энта 5-звездочного они будут нужны. Ну, в принципе, пока и все. Этих мы больше не будем никого расщеплять, так скажем. Можем, конечно, поменять какого-нибудь персонажа на другого. Но смысла нету, я пока не вижу в этом. Так, свободный остров у нас еще в откате, получается. Давай быстренько с вами забежим. Посмотрим, что у нас. О, нифига тут сундуков-то. Ха, надавали. Давай, скрывай. Посмотрим, что у нас тут. Так, 23 тысячи голды выпало. Здесь у нас 20 тысяч просто голды. Тут 21 тысяча просто голды. Все просто. Одна карточка на 5-звездочного героя. Так, что здесь? Понятно, камни. Ну, давай уж хорошо сделаем рейд. Ой, подожди. Пробежимся. Так. Погнали. По-моему, все прошли. Так, возьмем с вами нарциссы, которые здесь остались. 5 штук, кстати, вот это тоже надо забрать. Так, отлично. И куда ты вышел-то? Так, давай сюда. И попробуем, ребята. У меня есть друзья? У меня есть друзья. Давайте вызовем кого-нибудь себе на помощь. Ну, самый большой, это, по-моему, пока 118 уровень у меня. Последний раз, когда я его вызывал на помощь себе, он у босса отнял только лишь пол-ХП. Но не у этого. Там был совсем другой, немножко какой-то демон. Так, 18 тысяч. Ну, как я понимаю, мы его не забомбили. Сколько? Ой, то же самое. Ну что, попробуем, ребята, мы его забомбить. Может быть, получится? Отлично, поехали. Да, я забомбил. Кстати, ребята, да, еще что я хотел сказать. У меня роса. У меня же их два. Я ведь не путаю ничего. Так, у меня два роса. Давайте-ка посмотрим. Это у нас, опять же, природа, да? Для того, чтобы сделать двух... Да, ребята, у меня их два. Вот я думаю, скорее всего, его тоже нужно будет прокачать до 6 звезд. И мне нужна вот эта вот болотная черепаха или жаба. Я не знаю, кто это такая. В общем, тоже пятизвездочный герой. Ну, а здесь я пущу на мясо, скорее всего, вот этих вот троих на корм. А может быть, вот этих троих. Посмотрим. Ну, нужно сделать вот это вот... Так, а посмотрим, что нужно для того, чтобы сделать. Смотрим. А, вот, ребята, мне не хватает одного носорога. Трехзвездочного. Как раз он здесь нужен. Ну, а корм, как видите, у меня здесь как раз есть. Короче, будем мы с вами, скорее всего, Росса прокачивать до 6 звезд. Я думаю, что вы со мной согласитесь с этим. Потому что Росс, ну, он тоже неплох. Мне нравится, по крайней мере, как он себя ведет, как он себя чувствует в команде. Так, что у нас тут за артефакт выпадет? Ну, понятно, против магов, да? Таких у нас куча уже. Так, и где-то у нас, ребята, скины. По скинам что у нас получается? Погоди. Так, ладно, секунду, ребята. Давайте посмотрим, что у нас тут. Смогу... О, как хорошо. Оу. Ребята, еще два левла, и у меня апнется моя змейка. Так, что у нас тут происходит? Ай, красота-то какая. Растет, малышка? Так, дай-ка я в гильдющую по-былинкому забегу. Так, в поместье, конечно же, в поместье. Так, в мельницу. Принять заказ. Выполняем. Так, почему ты сюда не зашел? Пожертвовать, пожертвовать. Ну, давай, 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 прогружайся. Пожертвуем маленько. Так, нам осталось немножко, ребята. Мы получим скоро... Какой уровень? Пятый уровень получим. Так. Ну, Чуви, елки-палки, от меня вообще оторвался. Хотя я его потихонечку догоняю. Потихонечку. Почему-то у меня... Чуви все время лидером. Так, давайте заглянем в рейд. Откаты есть? Есть? Нету? Нет, я могу его бомбануть. И я его бомблю. Так, ну давай, давай, прогружайся. Так, у меня, ребята, скины. Ну, вот этот скин на нового персонажа, получается, сейчас будет просто так вот висеть. Но вдруг, рано или поздно, он мне достанется. Я не знаю, правда, может быть, он временный. Только во время ивента можно было его получить. Или он уже введен в игру. Как бы я этого не знаю. Ну, скин у меня от него по-любасику остался. Ну, это шкура. По-игровски это будет шкура, блин. Так, где вот, смотрим, костюмы. А, нет, нет. Вот, вот, мы его... Подожди, составить? Ну, давай составим. Все, вот теперь он у меня появился. И давай посмотрим, что здесь. Это на кого у нас такая король войны? Слушайте, ребята, для кого эта шкура у меня создалась? На какого персонажа? Асмода. Асмода. А кто такое Асмода? Так, это свет. Ё-моё, свет, ребят. Ну, это мимо кассы, потому что... Так, героический призов надо было там сделать, по-моему, да? Один. Давай тогда еще один сделаем. И еще один. Как всегда, ерунда. Так, Асмода. Кто такой? Дайте хотя бы я, ребят, посмотрю, что это за фрукт такой. Это у нас свет, да? Ты кто? По-моему, Асмода и есть. Да, ребят. Ну, в общем, у меня на него выпала шкура. Точнее, собралась. Все, получаем здесь задание. Последнее сделаем с вами. Так. Так. И все, задания у меня полностью все сделаны, ребята. Через сколько? Через 6 часов у меня все обновится. То есть ночью буквально я опять засяду за игрулечку. И буду потихонечку играть. Тут еще как раз у нас 30 гемов будет. А потом мы с вами получим последнюю заключительную карточку. Точнее, последние 10 карточек на Миража. И я смогу его призвать. Но я думаю, что он того не стоит, чтобы им особо сильно заниматься. Может быть, как корм куда-нибудь опять же. Ну, вот, наверное, ребята, и все, что я вам хотел в этой серии рассказать, показать. Как говорится, в башне забвения, ребята, я не продвинулся дальше. Разбирают меня эти мотыльки. В компании, естественно, мы с вами застопорились. Потому что мне нужен 94-й уровень. Только что на ваших глазах я получил 93-й. То есть, опять же, не совсем все это скоро у нас будет продвижение. Так что, ребяточки, я жду дальнейших комментариев по поводу того, что я вам показал. Ну, а вам всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok